Друзья, всем привет, доброго вечера. Происходят очень важные перестановки в Министерстве обороны. Проворовавшийся Резникова отправляется возглавлять Министерство по стратегическим отраслям экономики и промышленности, несуществующие Министерства несуществующих отраслей. А на его место приходит глава Главного управления разведки Минобороны Буданов. Резников и Буданов – это люди Ермака. Происходит ротация внутри команды. Один отправляется зашкваренный на коррупции в новое министерство, там яиц нет, там вообще ничего нет, это такая синякура. А на его место Минобороны приходит Буданов. Тема очень интересная, тема очень важная. Не просто потому, что коррупционера Резникова спасают, по сути, и не отправляют его ни на скамью подсудимых, ни в отставку заслуженную, да, после таких вот, назовем так словом, проебов, которые он допустил. Это не только яйца. Там же есть огромные миллиардные закупки для украинских военнослужащих еды, на которых они воровали. И это же одновременно и закупки бронежилетов, на которых они тоже воровали. И, собственно, подозрение выписано вот этому директору департамента закупок Минобороны, Богдану Хмельницкому, такое вот у него говорящее за себя имя именно за миллионы гривен, спизженные на бронежилетах для армии. Потому что они были другого класса бронезащиты. Я записывал про это видео, если хотите посмотреть, у меня на канале Дубецкий. Не суть. Но сейчас это не суть. Сейчас происходит очень важная ротация. Об этом вам никто не расскажет. Просто потому, что боятся. А я расскажу. Так вот, смотрите. Резников Зашквариной. Переводится несуществующее министерство, несуществующей промышленности уже на сегодня. Значит, действующий министр этой несуществующей промышленности отправляется послом в Китай. А вот Минобороны приходит Будан. Я с коллегами сегодня общался. Просто делились мнением, почему это происходит. И вот все почему-то считают, что это некий попытка закрыть дыру, спасти там жопу Резникова, яйца Резникова, назовем это так, и на его место переставить Буданова, известного, понятного, популярного, за которого точно проголосует украинский парламент. Типа заместить дырку брендом. Что, по большому счету, если бы это было так, было ошибкой. Потому что бренд должен быть брендом на том месте, на котором он бренд, а не затыкать его в министерство и погружать его в функционал, который ему абсолютно не сложно. Но я думаю, что суть этой перестановки в другом. Помимо спасения яиц Резникова, вы же знаете о том, что существует такое негласное, абсолютно, да, такое невыносящееся на все прочее воззрение противостояние с заложным Офисом Президента. Но заложный, как глава, главком Вооруженных сил Украины, он набирает популярность. Это политика. Человек, который отвечает за армию, на которую мы все надеемся и верим в ее победу, он всегда будет популярен в среде обычных людей. Это политический вопрос. И вот эти вот слухи о том, что заложного хотят поменять на главкома сухопутных войск Сырского, который ближе и понятнее в офису Президента, чем сам заложный. Да, вот эти вот все истории, они не просто так, на дым и без огня не бывают. Я считаю, что вот эта вот перестановка. Проездникова забыли, да, полишевый коррупционер, вор там, вор здесь, не имеет значения. Вор. Покрывательство воров поставили галочку, запомнили. Да, как с Кириллом Тимошенко. Но вот перестановка важная. Переход Буданова в Минобороны, это не просто закрытие дыры. Это создание некоего противопоставления, медийного противопоставления заложного. То есть, существует некий Резников, вот на сегодня, да, ну, который ни рыба, ни мясо, да, такое вот, суфле. И Буданов. Вот Резников, Резников и Буданов, да, то есть вот и заложный, да, то есть они хотят противопоставить заложному в медийном плане, Буданова, на должности министра обороны, потому что он на себя перетягивал его популярность и политически перетягивал на себя некий несуществующий на сегодня рейтинг потенциальный, который может быть у заложного. Создавался альтернативный медийный центр, который можно использовать для, ну, так, непротивостояния. Ну, это была бы страшная ошибка, если бы в воюющей стране чиновники, отвечающие за оборону, противопостояли друг другу. Да, и особенно даже если бы ты командовал условно-обеспрезидентом. Нет, это не противопоставление с точки зрения давайте запиздячим одного и приподнимем другого, как это обычно происходит. Нет, это медийная история. То есть просто должен медийный фокус заложного как главкома ВСУ смещаться на Буданова. Да, вот там важное решение, вот там договоренности с партнерами, вот там переговоры с официальными или иностранными лицами, министрами обороны, госсекретарями и так далее и тому подобное. Там. Это вот такой вот пиар-ход, как и все, что у нас, в принципе, происходит в власти. Такой большой пиар, вот и это такой вот пиар. Считаю его, конечно, ошибкой. Безусловно, потому что, ну, каждый должен быть на своем месте, во-первых. А во-вторых, когда ради того, чтобы политически какие-то уравновешивать политические процессы, человека вынимают из процесса, где он понимает, да, и работает успешно из главного управления разведки Министерства обороны и переставляют его ложить функционеров, заниматься покупками, закупками, там, вот этой вот лабудой технической. Это ошибка. Ошибка потому, что попытки размыть чей-то несуществующий рейтинг, чьим-то несуществующим рейтинг приведут к тому, что обнулятся рейтинги всех. Главное, чтобы при этом не обнулились рейтинги страны, в прямом смысле на поле боя. Потому что люди должны не бороться с собой внутри оборонных структур, если даже кто-то куловод какой-то хочет, чтобы они боролись. А они должны все быть сосредоточены на победе. В этом должна быть их главная суть. Поэтому игры сейчас, типа, давайте, значит, одного маршала сделаем главнее других, чтобы они между собой собачились, это ошибка. Они все должны бороться и работать на нашу победу. Вот о том я хочу сказать своим коллегам, я хочу сказать офису президента, занимайтесь хуйней в другом месте. Не лезьте туда, где вы не нужны, в оборону страны. Ну, потому что я верю в заложеного, доверяю Буданову, как главе управления разведки, но не доверяю политическим играм. Подписывайтесь на канал Дубинский. Тут только правда. И только реальное объяснение того, что происходит в стране. Телеграм Дубинский Про, Инстаграм Дубинский Про, Фейсбук, Твиттер, ТикТок. Все для вас, все будет Украина. Пока.